Ребят, мне здесь поступил вопрос, но я, когда ещё писал видео, думал сказать, но, видите, спросили ребята. Это, может, я неправильно произнесу, но дам сайт в описании, Гуаке Терминал. Грубо говоря, что здесь устанавливается? Ну, вообще, в чём прикол? Он всё время открытый, вот его можно по клику, я F12, он, ну, всё, что на F12 у меня отключил в горячих клавишах, и у меня получается F12. Здесь что удобно, смотрите, здесь удобно то, что, вот, ну, работаешь с сервером, да, вот я, как привык, я себе сделал там на сервер доступ по горячей SS, SSH, да, но я сделал там в терминале, и я всё себе вёл и работаю с терминалом сразу. F11, он развернулся, у меня два экрана, просто сейчас он пропадёт, F9, он на второй экран перескочил, сюда щёлкнул F9, сюда, F11 опять свернулся, F12 вообще убрался. И получается, терминал всё время открыт. Надо, пожалуйста, открыл, поработал, надо новое окно, открыл новое окно, щёлкнул вот, да, надо сколько хотите окон. Ну, я привык, просто получается, ну, удобно. Я дам вот эту ссылочку, ну, и установка, когда установится, вот что здесь устанавливается. Вот, у вас должно два, сам терминал и, ну, я прочитаю по-немецки, Guaqui Preference. И здесь можно, как хотите, настроить, я, в принципе, ничего не менял, то есть можно, чтобы он скрывался, можно настроить размеры окна, можно настроить, чтобы он открывался слева, в центре, справа, и при этом размер его, вот, перетягиваем, просто настроить. Дальше, по дефолту, чтобы что открывалось, скроллинг можно установить, я установил скроллинг, чтобы был скроллинг. Дальше, выбрать цвета любые, какие вы хотите, то есть настроить. Много чего здесь ещё, вот тут с горячих клавиш, ну, то есть дофига всего. Дальше, ну, ну, посмотрите. То есть, по сути дела, вот две вещи. Здесь, я надеюсь, есть, но найти легко. Install Guaqui Terminal, 1804, сейчас, ну, и я нашёл тут, по сути дела, хитрости здесь никаких нет, обновления. Install, и можно проверить версию, давайте проверим, вот, ради интереса, что у меня за версия. Вот, Guaqui Terminal 305, а последняя там, я не знаю, какая сейчас. И, в зависимости от настройки, вот, допустим, это окно будет, сейчас у меня, я настроил, что сверху у меня, да, то есть, я могу работать, если мне надо, там, да, вот так, ну, мне так удобно просто. Терминал всё время будет открыт, пока я не нажму клавишу F12. Можно, конечно, настроить, чтобы он скрывался, да, сразу при щелчке, но я так не делал, потому что у меня два экрана. Я говорю, я привык, быстро работаешь. Так, мешает тут терминал, щёлкнул, просто сейчас не видно по правому экрану, F9, он перескочил, дальше я там работаю на том экране. Тут щёлкнул, раз, сюда. Надо, на сервере работаешь, когда, допустим, надо поработать с сервером, чтобы нормально было видно. Почему? Открываешь на полную, поработал, F11 нажал, всё, F12 убрал. Ну, просто, ну, не знаю, мне нравится, хотя я уже забыл, когда пользовался стандартом, да, Ctrl-Alt-T, вот. Вот. Вот так. Ну, надеюсь, что видео поможет. Попробуйте, попробуйте. Только, ребят, я там давал видео, тайми-шифт ставьте, тайми-шифт, пожалуйста, ставьте эту программу. Видео я давал в комментариях, там должно быть. Потому что, скажу, я там просто настройки показывал, потому что, то есть, давно очень пользуюсь программой, до этого SystemBug пользовался, тоже классная утилита, сохранение вплоть до картинки. Если вы, если, единственное, что скажу, в тайми-шифт, я показывал там в настройках, как сохранить всё, единственное, что, допустим, если там вы работаете с изображениями, то вам тогда надо будет добавить, там, если не хотите, чтобы они, как это, копия не делалась, изображение. Потому что восстанавливает всё вплоть до последней картиночки. Поэтому привыкайте, просто, когда тайми-шифт поставил, смело можно, что хочешь делать, потом отогнать, точная-точная копия. Ну всё, дам вот эти ссылки, дам ссылку GUACI и вот фраза, а там уже посмотрите сами. Инсталл GUACI терминал Ubuntu 1804, у меня вот такая. Ну, ума здесь, я имею в виду, каких-то навыков специальных не надо. Два файла, запомните, да, ставились. Всё, спасибо.